Дебаты открытого общества и публичный обмен мыслями по актуальным темам. Каждую передачу представители ведущих вузов Кыргызской Республики разбирают по аргументам актуальную проблему, которая волнует каждого в нашем обществе. Разрешите мне представить вам, уважаемые телезрители, игроков сегодняшнего дебатного раунда. В команде правительства сегодня играют представители Кыргызско-Турецкого университета МАНАСС Айджана Буренбаева и Ханат Ногуйбаев. В команде оппозиции сегодня представители Кыргызско-Национального университета Бурул Фаридинова и Орлан Замербеков. А я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что именно вы решаете, кто станет победителем нашего сегодняшнего дебатного раунда. А сделать вы это можете, отправив короткое сообщение на номер 3535 с кодом понравившейся вам команды. Если вы считаете, что в раунде победила команда Кыргызско-Турецкого университета МАНАСС, отправьте короткое сообщение с кодом 0-4 на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда оппозиции в составе Кыргызского национального университета, отправьте короткое сообщение с кодом 0-5 на номер 3535. Уважаемые телезрители, для того, чтобы вам было легче определиться, кто победил в сегодняшнем дебатном раунде, мы пригласили в нашу студию экспертов по теме судей нашей телепередачи. Разрешите мне их представить. Постоянный судья нашей телепередачи, координатор Бишкевского дебатного центра Бексултан Рустамов. Гражданский активист Сергей Макаров. Главный организатор Центрально-Азиатского кубка по дебатам Диана Кунышбаева. А следить за тем, чтобы каждый спикер соблюдал свой временной регламент, будет таймкипер нашей передачи ITKVAMERIM. Мэр города – мини-президент. Поэтому общество задумывается, как, кем и когда должен выбираться глава места, где мы живем. Тема сегодняшнего дебатного раунда. Эта палата считает, что главы административных центров, мэрия, включая столицу, должны избираться открытым голосованием. А для произнесения своей первой конструктивной речи приглашается премьер-министр. Ваше время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены между приветствующими. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать всех в этом зале. Я рад приветствовать судьи, наших дорогих телезрителей, своего коллегу и вас. И сегодняшняя наша тема звучит, как эта палата считает, что главы административных центров и мэрии должны избираться открытым голосованием. Для начала давайте определимся, что такое главы административных центров и мэрии. Это, во-первых, муниципалитет, то есть местное самоуправление. Это всем ясно. Главы городов, столиц и так далее. А что касается открытого голосования, то голосование производится со стороны народа. То есть сегодня мы будем говорить о том, что нужно ли назначать мэров городов, либо нужно выбирать их открытым, обычным голосованием и народ имеет право голосовать. Для того, чтобы полностью углубиться в эту тему, хотелось бы, во-первых, распределить такие понятия, как муниципальная должность и государственные должности. Почему? Потому что муниципальные должности, они как раз-таки по европейской хартии местного самоуправления должны быть ближе к народу. О чем это говорит? О том, что они должны избираться самим народом. И первый аргумент, о котором мы хотим сказать, это то, что народ должен избирать власть, дабы не произошла жесткая централизация, дабы места не покупались. Первое, о чем хотелось бы сказать, почему жесткая централизация. Жесткая централизация говорит о том, что власть, имея одна партия, может полностью ставить своих людей на места. То есть будет только одна партия и никакой возможности прохождения самовыдвиженцев, малых партий невозможно. То есть представители малых партий не будут реализованы и их проекты не будут реализованы так же. Когда же будет существовать открытое голосование, люди, смотря на хорошую программу, смотря на те решения проблем, которые предоставляют данные выдвиженцы, будут выбирать нужную кандидатуру для их местности. То же самое, власть можно купить, можно купить то же самое место, об этом все знают. И гораздо им проще сделать, подкупить того человека, который их назначит, та же клановая система или та же система просто взяток. О чем это говорит? Это говорит в том, что на сегодняшний момент для того, чтобы демократические принципы лучше развивались, как раз таки нужно, чтобы народ выбирал местное самоуправление. Если же первый плюс, о котором мы сказали, есть возможность для прохождения представителей малых партий, то есть любой человек может подать свою кандидатуру, и если у него хорошая программа, если он решает проблемы, то его выберут мэром своего города. Что касается второго аргумента, то это подотчетность, подотчетность перед народом. И на данный момент возникает такой вопрос, что же сейчас лучше? Выбирать со стороны народа, когда народ реально знает, какой это человек, какую программу он предоставляет, и может впоследствии выбрать правильного человека, либо человек, который просто назначает неизвестного для народа, и в итоге народ, не зная своего вождя, не зная своего правителя, даже маленькой местности, не может, получается, решить свои насущные проблемы. То есть первое, о чем мы должны говорить, то, что власть должна быть разнонаправленной, то есть ответственность должна быть разнонаправленной. Мы всегда говорим, что регионам нужно давать все больше и больше полномочий, почему как раз таки с регионов начинается вся страна. То же самое мы хотим сказать, что есть люди, которые плохие в мэрах, но есть такое понятие, как гражданское общество. Третий аргумент. Гражданское общество, насколько их самосознание развито. Мы говорим о том, что сегодня самосознание людей должно развиваться. Люди должны, да, они делают ошибки, да, они выбирают неправильных людей, но это не значит, что теперь мы должны отменять систему выборов. Мы должны развивать впоследствии гражданское самосознание, для того, чтобы люди выбрали правильных людей. В итоге американская демократия, которая 200 лет, подтверждает этот факт, а на данный момент те страны, которые только начали, они опровергают это. То есть должен быть контроль со стороны государства, также контроль со стороны народа. И что самое главное, ответственность существует с двух сторон. В итоге сегодня наша палата правительства утверждает, что на данный момент нужно выбирать открытым голосованием и надеюсь, что оппозиция примет нашу сторону. Большое спасибо. Я готов для перекрестных вопросов. Спасибо большое. Вот то, что просто мне возможности вам задавать вопросы. У меня такой вопрос. Как на данный момент избирают мэров и главы административных центров? На данный момент мэры и главы административных центров назначаются. Но мы говорим сегодня о концептуальном плане. То есть есть страны, в которых назначаются, есть страны, в которых выбираются. Но по основной части в европейской хартии гласит то, что только две страны, два города на данный момент в Европе назначают, а все остальные избирают. В Кыргызстане как? В Кыргызстане? Как избирают? Идет к тому, что идет назначение. Назначение идет. Очень несовершенно. Но при этом идут споры на то, чтобы сделать местное самоуправление, а избиралось народом. Такой вопрос. Всегда ли могут избиратели выбирать в самых кабинетах и самых квалифицированных? Да. Об этом я упомянул в своей речи, если вы внимательно меня слушали. Люди могут сделать неправильный выбор. Но это не говорит о том, что система провальна. Это говорит о том, что гражданское самосознание на данный момент не хорошо развито. Мы говорим, что не надо сейчас это пресекать. Пусть гражданское самосознание развивается, учится на ошибках и в итоге мы придем к тому обществу, которое сделает правильный выбор. Прошу, спасибо. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.idb.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.idb.org. Изменились и условия голосования. Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых четыре дня голосовать на сайте ru.idb.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.idb.org – ваш портал в мир дебатов. А для пронесения своей конструктивной речи приглашайте лидера позиции. Ваше время пять минут. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Итак, приветствую, уважаемые телезрители. Итак, что хочется сегодня сказать. Наша палата утверждает, что правильное соотношение централизации и децентрализации власти дает нам возможность проводить эффективную политику в государстве, дает нам возможность проводить единую политику в нашей стране как единая организма. И та мера, которую предлагает сегодня Палата правительства, идет вразрез с этими интересами, идет вразрез с интересами единой политики в нашей стране. Вот хочется отметить, что проведение именно эффективных реформ зависит от того, насколько именно страна едина. И сейчас у нас местные кинеши, которые являются на самом деле высшей властью на местах, уже избираются народом. То есть воля народа таким образом-то сохраняется. А тем мэры, главы Айвок Мэту, административный центр назначается тем местным кинешием, которым мы своей волей избрали. Это что говорит? То есть это говорит о том, что в местных сообществ существуют органы, которые избираются напрямую нами, и существуют другие органы, которые тоже избираются нами, но только через тех людей, которые мы своей волей избрали. Следующий момент. На самом деле очень важно сохранять какой-то меры централизации. Сейчас полномочный представитель правительства в регионах назначается правительством. И это, по крайней мере, хорошо. Почему? Мы отмечаем, что самой главной именно властью, самой высшей властью на местах является местный кинеш. Он избирается народом. Но полномочные представители правительства в регионах это на самом деле не есть отрицательно. Эти полномочные представители правительства обеспечивают контроль над проведением единой политики на нашей территории. В том, чтобы не было отклонений на нашей стране. Мы понимаем, что в событиях 2010 года в Кыргызстане и вообще даже в Российской Федерации, то, что было в 2004 году, это говорит о том, что если существует централизация, это дает нам возможность проводить единую политику, чтобы не было никаких отклонений. Следующий момент. Хочется отметить, что мы не должны допустить раскачку страны. Мы должны на территории нашей страны проводить эффективную политику. Да, мы знаем, что эффективной политики нету, но мы хотя бы будем обладать этим единством. И через это единство мы придем к эффективной политике. А там меры, которые предлагает Палата правительства, полностью не соответствуют данным идеологиям. Следующий момент. Мы говорим о том, что да, сейчас на самом деле общество не созрело, мы понимаем. Но чтобы предупредить те ошибки, мы считаем, мы не должны дважды наступать на те же грабли. Мы считаем, что именно мы должны дать именно право тем, право людям, право тех, которые мы избрали местными Кенеша, определять, кого выбирать. Почему? Мы сейчас и так Чаурку Кенеш, и так президента нашей страны избираем прямым голосованием. Сами люди избирают, но тем не менее более 50%, более абсолютное большинство нашей страны, тем не менее, недовольны своим выбором. Потому что они понимают свою какую-то политическую правосознательную способность вообще. И в принципе, чтобы предупредить некоторые именно, скажем, такого отрицательного характера действия, мы не должны в какой-то мере полностью давать самостоятельность. Мы говорим, что самостоятельность в какой-то мере есть. Местные Кенеша избираются народом. Но есть также орган, который назначается сверху. В принципе, это неплохо. Давайте говорить о том, что у людей есть правосознание. В принципе, это оно есть. Но мы понимаем, что правосознание в какой-то мере она подкупается. Вот мы понимаем, что выборы это, скорее всего, конкуренция денежных мешков и административных ресурсов. Это никто не отрицает. Именно на местах оно будет проявляться все шире и больше. Именно там создадутся условия для того, чтобы подкупать кандидатов. И, в принципе, то безупречное числе выбора ни в коем случае не проводится той стороной правительства, которое она вообще нам презентует. Следующий момент. Если этого мэра, если этого полномочного представителя правительства избирает сверху, то мы знаем, с кого просить. Местный кинеш будет отвечать за его действия. Правительство будет отвечать за его действия. Но когда избирает народ из-за его неправосознательности, из-за его неопытности, мы не сможем с народа спросить. И мы считаем, что необходимо в какой-то мере сохранять эту централизацию. Мы говорим, что местный кинеш, да, избирается народом. Но, тем не менее, должны оставаться те органы, которые будут также избираться теми органами, которых мы своей волей избрали. Благодарю вас. Я готова к перекрестному вопросу. Первый вопрос, который я хотел бы задать, это, как вы думаете, местный кенеш тоже же может избрать мэра? Да, конечно, по существующей нынешней системе мэра избирает местный кенеша, а местный кенеша избирает сам народ. То есть воля народа сохраняется. Воля народа сохраняется. Получается, открытое голосование по-любому существует, и стоит с той стороны. Тогда получается следующий вопрос. Вам нравится, когда за вас выбирают? Нет, там, в принципе, если этот выбор будет осознан, в принципе, мне это устраивает. Я доверяю именно право избирать тому человеку, тому органу, которого я сам избираю, значит, я его уделяю какими-то полномочиями. Но вот вы сами хотели бы осознать свое решение, либо осознать, какое решение является правильным? Вот такая мысль вас посещала? Ну, смотрите, получается, если я даю этому органу избирать меры, следовательно, я осознанно выбирала этот орган. Следовательно, мой выбор, по мне, в принципе, осознанным является. Что вы думаете об индивидуальном выборе каждого человека? Я вас еще раз отвечаю, что индивидуальный выбор каждого человека при такой же системе сохраняется. Но, тем не менее, если мы введем вашу систему, то мы придем к, ну, неоправданной затратости. Мы будем тратить деньги на проведение определенных выборов, мы будем тратить именно определенные ресурсы на оплату именно работы ЦИКа, будем тратить определенные деньги вообще на проведение кампаний выборов. Но мы считаем, что не стоит прибегать к таким затратам и тем образом сохранить свою волю, выдавая людям определенным органам избирать тех людей, которые на самом деле могут эффективно выбрать того человека или того должного лица, который сможет управлять именно этим административным центром. Вы согласны с тем, что подотчетность перед большой толпой людей лучше, чем перед одним человеком? Возможно, даже из одной партии. Хорошо. Сейчас при существующей системе мэр несет отчет не только перед местным кинешем, но и перед всем народом. То есть ваши меры, которые предлагаются, полностью этот статус-коне меняет. И в дневнейшей ситуации сейчас сам мэр несет ответственность перед всем народом, перед тем органам местным кинешем, которые являются представителем нашим. И последний вопрос. Как вы думаете, все-таки на регионах у нас держится страна, или все-таки мы должны управлять с центра, и как с центра будет сказано, так все и должно быть? Хорошо. Спасибо за этот вопрос. Необходимо отметить, что самостоятельность существует. Я вам в течение нескольких минут об этом и говорила. То, что местный кинеш избирается народом, но тем не менее, чтобы на территории всей страны, даже Баткенской области, даже Уорской области, есть цепаристические наклонности, чтобы проводилась единая политика, нам необходимо в какой-то мере этот контроль удерживать. То есть делать этот контроль, это обеспечивается за счет полномочного представителя правительства. Вот так. Большое спасибо. А для произнесения своей конструктивной речи приглашается член правительства. Ваше время 4 минуты. Вы просто на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Добрый день. Сегодня палата оппозиции во многом себе противоречит. Смотрите, первый момент. Она говорит о том, что есть уполномоченный правитель, с правительством человек, который назначается правительством, который потом приезжает в регионы и контролирует весь этот процесс. Но в то же время она говорит, когда у нас будут вот эти административные должности открытыми, у нас не будет никакого контроля и будут возникать сепаратические настроения. То есть вот первая противоречия. Если у нас эти должности будут выбираться открытым голосованием, то все равно у нас есть элемент контроля в качестве этого уполномоченного правительством человека. То есть в целом никаких таких ужасных сепаратических настроений возникать не может. Второй момент. Смотрите, она говорит о единой политике в стране. Смотрите, вообще посмотрим на Россию, когда вот эта партия Единая Россия выбирает один общий концепт развития всех регионов, она поступает неправильно. Почему? Потому что, например, концепт развития Москвы и Петербурга и остальных больших городов не может применяться к таким городам, например, как Хабаровск, Сахалин и так далее. То есть всегда для этого и есть мэры, то есть это представители народа, которые будут говорить, которые будут защищать интересы народа и они будут лучше знать, что нужно их региону для развития. То есть в целом единая политика, она будет неэффективна, если у нас есть такие недоразвитые некоторые регионы. Смотрите, она говорит о том, что, второе противоречие, она говорит, что местные кенеши и так сейчас избирают. То в чем проблема в том, что сделать просто это голосование еще открытым для народа, чтобы, во-первых, у них росла ответственность этих кандидатов перед самим народом, и во-вторых, чтобы местные кенеши также испытывали какую-то ответственность за то, что они выбирают своего мэра. То есть в целом вот эта точка зрения не совсем понятна для нашего правительства. Что касается вообще в целом опровержения нашей оппозиции, она забыла вообще два аргумента, которые сказал мой коллега. Это, во-первых, гражданское сознание. Почему мы хотим сделать открытое голосование? Для того, чтобы человек, когда шел на голосование, он знал, что он выбирает своим голосом, он выбирает решение вообще за весь свой регион. Он должен чувствовать, во-первых, ответственность, и во-вторых, он должен хотя бы понимать, что вот его программа, этого кандидата, она намного лучше программы этого кандидата. В-третьих, смотрите, мой коллега сказал о тех кандидатах, самовыдвиженцах, которые неизвестны народу, у которых нет таких больших денег, чтобы просто заплатить партии и в списке, становясь первым кандидатом, проходить автоматически. Например, пример очень хороший Навального. Что случилось? Его в России никто не любит. Почему? Потому что он антипутиновский человек, у него совершенно другая программа. Но совсем недавно, когда он выдвигался в мэр, произошел вообще действительно какой-то прецедент. То, что ему не хватило всего лишь одного процента для того, чтобы стать мэром. О чем это говорит? О том, что когда есть открытое голосование, даже у кандидатов, которых вообще неизвестны народу, у которых хорошая программа, которая является действительно грамотным человеком и знает, что нужно сделать правильно, у них появляется шанс. Нежели когда есть одна лидирующая партия, которую в течение 30 лет будет ставить только своих людей. Что касается моего примера насчет Лужкова. Смотрите, когда Лужков ушел с поста, его вообще назначил, получается, его партия «Единая Россия». Но когда он ушел, никакой ответственности не нес ни сам Лужков, ни его партия, которая его назначила. То есть я имею в виду то, что когда назначают партия, то есть партия может просто прикрыть своего человека, я не знаю, пусть он уйдет на 5 лет, а через 5 лет вернется к политической карьере. Что же случается, когда у нас есть открытое голосование? Если человек действительно сделал плохие решения, он был плохим правителем, то его политическая карьере автоматически приходит конец. То есть тут ответственность возрастает практически в разы. То есть это говорит о том, что как раз-таки ответственность перед народом высока именно тогда, когда он избирается открытым голосованием. Что касается, смотрите, насчет контроля, да, они говорят о том, что возникают какие-то такие настроения неправильные, что контроля не будет. Контроль будет, во-первых, перед народом, и всегда мы не отменяем подотчетность перед самим правительством. То есть мэр, если он принимает какие-то неправильные решения, уже как бы объективно понятно, что правительство будет говорить, что так делать нельзя. То есть это совершенно глупо говорить о том, что он будет делать все, что захочет. И, например, смотрите, очень хороший пример США. Почему в США очень хорошо развит этот принцип? У них абсолютно все муниципальные должности, они выбираются открытым голосованием, начиная от шерифов этих, там, я не знаю, Техаса, заканчивая прокурором даже. Они даже прокуроры вот этого своего штата, они его выбирают открытым голосованием. То есть в данном случае практически контроль осуществляется со всех сторон, потому что вот эта постепенчатая система контроля и подотчетности, она работает очень хорошо. То есть сегодня мы выступаем как правительство за то, чтобы у нас, во-первых, была ответственность перед народом и также перед государством, чтобы эти кандидаты не делали того, что им навязывает своя партия или премьер-министр, или президент, неважно. И третье, чтобы гражданское самоосознание самого населения, которое выбирает своих вот этих муниципальных представителей, оно было на очень хорошем уровне. Спасибо. Для проведения своей конструктивной речи приглашается члены полиции. Время 4 минуты, вопрос на первой и последней минуте запрещены между приветствами. Сравнивать Россию с Крымстаном, думаю, нерелевантно, потому что Крымстан — это унитарное государство, а не федеративное. И нужно понимать, что нам необходимо единство и целостность государства, для того, чтобы определенная единая политика государства на регионах очень хорошо реализовалась. Унитарное государство такое, что нет необходимости отдельно выбирать мэра всеобщим голосованием, то есть народом, потому что политику государства могут реализовать и сами же представители от власти. Нам говорят о том, что нужно реализовать гражданское самоосознание. Мы сегодня говорим, что гражданское самоосознание не так реализуется, Потому что мы выбираем депутатов местных, конечно, которые выбирают потом этих же мэров, этих же акимов районов. И, по сути, гражданское самосознание поднимается, потому что мы делегируем свои полномочия представителям именно депутатам, и они потом выбирают. Теперь давайте поговорим о том, кто такие депутаты. Депутаты – это представители народа, которые выбираются тоже таким же голосованием, о котором вы говорите. То есть каждый гражданин приходит на выборы, он выбирает определенные представители от своего региона, которые лоббируют их интересы. Проблема в том, что зачем нам выбирать этих же мэров, когда мы можем делегировать эти полномочия депутатам, которые, в принципе, знают о том, что мы думаем, кого мы поддерживаем, и могут спокойно выбрать именно тех кандидатов, которые на самом деле нужны нашему обществу. Давайте поговорим о том, как достигается эффективность в работе. Проблема в том, что эта эффективность в работе не достигнется из-за того, что мы будем выбирать всеобщим голосом или не всеобщим. Проблема в том, что депутаты могут выбирать, депутаты могут лоббировать и выбирать именно тех кандидатов, которые более компетентны в своих вопросах. Проблема в том, что население Крыксана, каким образом они выбирают кандидатов? Наше население таково, что оно выбирает в большинстве случаев только тех, кого они на самом деле не знают. А тех, кто появляется, например, за небольшой срок до выборов, и у которого больше красочная программа, и у которых больше красивее лозунги, и у которых больше всего кричат. И после того, как мы их выбираем, через некоторое время мы разочаруемся в своем выборе. Депутаты – это те люди, которые могут выбрать этих кандидатов, которые могут контролировать этого человека. Регулярно мы выбираем президента, через каждые 5 лет мы тратим примерно больше 400 миллионов сомов на эти выборы. Масштаб выборов мэров и районных представителей будет примерно такой же. Мы будем тратить такие же 400 миллионов сомов на то, чтобы выбирать мэров, чтобы выбирать акимов. Может быть, вот эти 400 миллионов сомов мы могли потратить на более полезные вещи. Может быть, мы вкладывали другие ресурсы. У нас есть еще выборы местных кинешей, на которые тоже ходят миллионы сомов. Проблема в том, что от того, что будем проводить больше выборов, эффективность не появится. Мы будем просто больше тратить денег, и будут люди, которые будут просто проедать эти деньги. И поэтому мы считаем, что сейчас мы не сможем, в масштабах нашего государства нет необходимости для того, чтобы выбирать в общем голосовании мэра. Потому что, смотрите, города небольшие, например, Бишкек, Бишкек нельзя сравнивать, например, в Чикаго, в США, в которых необходимо выбирать на таком федеральном уровне. У нас есть города такие маленькие, как ООО Шбаткен, в которых местные кинеши, я уверен, что они справятся с тем, чтобы выбирать этих кандидатов. И лишние деньги тратить нам не нужно. Спасибо. А теперь достало время для вопросов о субботах фронтария, зрители нашей телестудии. Я готов ответить на вопросы. Я готов ответить на ваш вопрос. Добрый день, меня зовут Баймурзай Феддиар, и у меня такой вопрос. На протяжении многих лет в Кыргызстане была данная единая политика, которую вы так нахваливаете. И в 2005-2008 году эта единая политика ломалась и не показывала никаких позитивных качеств. Так почему же эта политика должна сейчас у нас быть? Вопрос, наверное, не относится к нашей теме, потому что в 2005-2010 году изгоняли президентов, и к местным кинешам домоотношения никакого не имеет. Спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Артем, вопрос с Кайджани. Несмотря на вашу классную, шикарную линию, у меня один вопрос. Вот как вы считаете, вообще население Кыргызстана, оно вот сегодня, наш человек готов выбирать себе власть или нет? Вот я считаю, что да. Вы, наверное, тоже считаете, что да, да? Я, безусловно, считаю, что да, потому что, мне кажется, опыт вообще двух ужасных президентов показал, что лучше человек пойдет и проголосует, нежели будет ждать вообще лучшего от очередной власти. Спасибо. Спасибо вам за хорошие вопросы. Я был рад ответить на вопросы. Настало время аналитических речей. И для произнесения своей аналитической речи приглашаются лидеры оппозиции. Ваше время три минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Мы считаем, что Кыргызстан, как унитарное государство, должно перейти на единство. И через единство, через проведение единой политики, которая сохраняется за счет наличия полномочных представителей, обеспечивается. Мы говорим о том, что по любому воле народа сохраняется. Почему? Мы избираем местный Кенеш, который, по сути, является высшей властью на местах. А эта высшая власть, избираемая по нашей воле, избирая тех же мэров. И мы знаем, с кого спросить за неэффективную работу мэра. Мы знаем, с кого спросить. Мы знаем спросить это от депутатов местного Кенеша. Мы спросим за такое действие от правительства нашей страны. Мы знаем, с кого спросить. Но когда этих людей будут избирать другие наши люди, то мы, в принципе, народ будет в хаосе думать, с кого же, на самом деле, спросить за такое неправильное решение. Мы считаем, на самом деле, необходимо сохранить такую данную систему. По поводу событий 2005-2010 годов. Почему это произошло? Президента и Джо Лурку Кенеш избирал сам народ прямым голосованием. Мы говорим о том, чтобы давайте избежим таких последствий. Давайте сохраним волю народа. Да, воля народа сохраняется за счет такой системы. Потому что местный Кенеш избирает тех же людей. А местный Кенеш мы избирали своим голосованием. Мы говорим о том, что правосознание на самом деле существует. А правосознание будет сохраняться. Оно будет голосовать. Но мы хотим избежать неосознанного, неэффективных голосов. Мы знаем, мы отмечаем, что именно сейчас процесс голосования, процесс выборов, это конкуренция денежных мешков. Это конкуренция таких оторванных от земли каких-то лозунгов, популистических идей. И народ, некоторый народ, население вводится на это. Мы хотим этому противостоять. Мы не хотим, чтобы в стране происходила разробленная политика. Мы не хотим, чтобы регионы нашей страны, как Ожская область, как Баткенская область отделились от нашей страны. Мы на самом деле рады проведения единой политики. Мы приводим пример Франции. Да, там жесткая централизация. Да, там есть такая система. Но тем не менее, она, как унитарное государство, обеспечивает проведение единой политики на территории Франции. Да, Российская Федерация в 2004 году отказалась от этого. Почему? Это созданный выбор. Потому что они поняли, что за счет этой мнимой самостоятельности обеспечивается раздробленность общества. Да, Соединенные Штаты Америки это проводят. Но мы не должны забывать, что Соединенные Штаты Америки это федеративная страна. И оно полностью кардинально, политически, умственно и правосознанно самого населения отличается от населения нашей страны. Да, мы сохраняем на самом деле правосознание людей. Да, они избирают местный кенеж. Да, они на самом деле проявляют свою волю. Но мы должны также доверять местному иконечному, которому мы своей волей избрали. Мы должны избежать те неосознанные выборы, которые сейчас происходят. Мы должны, на самом деле, эти средства, которые тратятся миллионами, миллионами, но в конце мы получаем неосознанный выбор. Мы понимаем, что местный иконечный президент, который мы сейчас избрали, он, в принципе, не соответствует нашим требованиям. Но давайте избежим всего этого. Давайте перестанем тратить деньги, рассеивать деньги на ветер. Давайте направим на реальную реформу. Давайте на ирригационную систему эти деньги направим. В принципе, они там найдут свое применение, в общем-то. И хочется отметить, что дело, на самом деле, не в выборах. Дело не в том, что мы выбираем того человека, который в нашей местности живет, и, в принципе, мы выбираем по своей воле человека. Но мы даже замечаем, что когда правительство назначает полумощного представителя, он не назначает этого человека сбоку. Он, это правительство, понимает, что этот человек, на самом деле, разбирается в ситуации в этой населении. И он назначает того человека, который более осведомлен проблемами этого общества и проводит единую политику в нашей стране. То есть единая политика все-таки обеспечивается. Мы, как унитарное государство, которое в 2010 году претерпело в себя какие-то проблемы, именно расколы общества, мы должны объединить это общество, проводить единую политику. И мы точно полностью уверены, что наша палата сегодня выиграет и доказывает за счет единства. Единство приведет к эффективности. Эффективности мы придем, но давайте это делать только через единство. И позиция палаты оппозиции это полностью доказывает. Благодарю вас за ваше внимание. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Ваше время 4 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Я снова всех приветствую. Пора поставить точку в этом вопросе и все-таки распределиться, что же нам нужно. Сегодня, отвечая на члена оппозиции, хотелось бы сказать то, что в основном оппозиция ставила свой вопрос, что будут тратиться деньги, будут уходить денежные средства и так далее. Но что мы сегодня хотим? Чтобы тратились денежные средства на выборы и мы получили общество, гражданское общество, развитое общество, у которого будет хорошее самосознание. Вот о чем мы говорим. Да, мы можем вкласть эти деньги. Мы будем вкладывать эти деньги на денежные средства, чтобы мы получили грамотный, правильный выбор, чтобы мы получили хорошее управление. Вот к чему мы сегодня стремимся. И первое, к чему я хотел бы обратиться, это то, что сегодняшняя оппозиция не хочет. Оппозиция сегодня просто боится. Боится всего. Она боится ошибок. Она боится затраты денежных средств. Она боится того, что после этого они приведут к какой-нибудь беде. Но нужно думать о том, что всегда человек должен обладать своим индивидуальным выбором. Мы всегда стоим за демократические принципы, а демократические принципы основываются на развитии гражданского общества. Когда гражданское общество научится думать, когда гражданское общество научится осознавать, вот только тогда мы получим правильный выбор. Но о чем мы говорим? Сегодня же оппозиция просто хочет убрать систему, избирательную систему. Но не хочет как раз таки порыться в проблемах развития, проблемах, которые заключаются в психологии, проблемах, которые заключаются в самосознании, проблемах, которые заключаются в самом гражданском обществе. Вот эти проблемы сегодня надо решать, а не убирать систему, а потом заново ее приводить и так далее. Нет. Почему? Потому что мы только начали этот этап. Да, сразу результаты не проходят. Но нужно развиваться, нужно продолжать. И то, к чему мы сегодня говорим, это ответственность, контроль, который будет осуществляться со стороны народа, так и со стороны правительства. Вот эти два, так сказать, пункта. Не важно, да, сегодня местный кенеж будет избирать сегодня мэра или весь народ. Важно то, что он не будет назначаться человеком, который состоит у власти. Он не будет назначаться тем человеком, который они могут с единой партией, они могут оказаться в жесткой централизации. Что впоследствии приведет к чему? Единая политика всегда приводит к тому, что есть только одно зрение, есть одно видение, но нет дискуссий, нет различных, так сказать, понятий. Вот этого нет сегодня. Но мы говорим, что при избирательной системе различия в мировоззрениях, различия видения политики, разноправленности в том, что регионы будут получать больше, так сказать, право выбирать. Они будут наделены правом, если мы получаем сильные регионы, мы получаем сильную страну. Вот в чем развитие. Не важно здесь, унитарная она, федеративная. Это сегодня никак не касается того, насколько будет государство крепким. То же самое хотелось бы продолжить, что есть такое понятие, как эффективность. И эффективность при избирательной системе как раз-таки существует. Когда люди, смотря на программу, выбирают человека. Когда люди не просто назначаются им человеком, они его в упор не видели. Вопрос сегодня, не важно, Кыргызстан, Россия, США. Важно то, что гражданское общество должно развиваться везде. Ответственность должна нестись со стороны наших мэров, глав администрации. И в итоге, заканчивая свою речь, я хотел бы сказать то, что давайте сегодня задумаемся, уважаемые телезрители, уважаемые судьи. Что нам сегодня нужно? Вы хотите, чтобы за вас кто-то всегда выбирал? Или вы хотите, чтобы вы приняли свой собственный выбор? Неважно, какой он будет, правильный или неправильный. Но впоследствии вы придете к тому, что вы сделаете его сами. И вы, индивид, вы личность. И от вас зависит жизнь государства, жизнь общества и жизнь ваших будущих детей. Спасибо. Мэра Муркулов себя недавно назвал политическим импотентом в интервью. То есть он понял, что по новому закону ему обрубили все руки, и он ничего не может сделать. Я хотел вкратце пробежаться по всей игре, именно по содержанию. И последнее, что хотелось бы сказать, что децентрализация, про которую здесь этот вопрос поднимали, это вопрос не только назначения людей, каких-то ключевых фигур. Но поймите, что это еще возможность выбора уникального пути развития региона. Невозможно все наши регионы зачитать под одну гребенку. Я не знаю, Иссык-Куль это туристическая область, Баткен-Оши это те области, которые показывают высокие показатели по агросельхозхозяйству. Нарынская область это животноводство, все про это прекрасно знают. Так вот, мне кажется, что в ситуации, когда государственная машина не может обеспечить нормальную жизнь всех регионов, можно дать шанс попробовать обеспечить свой уникальный путь развития и попробовать его достичь. Вот все, спасибо. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adbate.org За команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде ru.adbate.org – ваш портал в мир дебатов. Спасибо большое за игру, ребята. Это была достаточно интересная игра. В принципе, чего не хватало в данной игре, я, наверное, больше уделю внимание этим вопросам. Ребят, в дебатах нет ничего в априории хорошего или плохого. В априории не всегда может быть хорошо единство или не всегда хорошо дискуссии. Вот этого не хватило на данном раунде. Вы говорили, палата правительства говорила о том, что будут дискуссии, будут возможности у более мелких партий и так далее, и тому подобное. Но при этом они не объясняли, почему это есть хорошо. Что я считаю плохо в этом раунде, что вы ушли на уровень дискуссии, как это будет избираться. Будет избираться народом – это хорошо. Будет избираться парламент, ну, джигурку кенешам – это будет тоже хорошо. Или местными кенешами – это тоже будет хорошо. На самом деле здесь нужно было больше поговорить о том, какие будут тотальные изменения, если человек будет избираться народом. Какие действительно изменения последуют за его работой. И, допустим, наличие дискуссий во время, или наличие его презентации, когда человек выбирает из нескольких партий, которые баллотируются на позицию мэра, не факт следует того, что его программа будет хорошо выполнена. Поэтому вот в этом случае палата правительства в некоторой мере уступила. Также у палаты оппозиции то же самое, что единство, единство стратегии, единство данной. Есть ли эта стратегия хорошо? Как бы, да, у нас сейчас есть единая стратегия, но есть ли она хорошо, приносит ли она какие-то плюсы? Соответственно, вы говорили о, допустим, условно говоря, эффективности механизма, но вы не говорили о том, какие плюсы он превзнесет. И поэтому в следующий раз, когда вы будете играть, посоветую вам больше углубляться в ценностный вариант, что это принесет, какие результаты за этим последуют. Спасибо большое за игру, продолжайте дебатировать и достигайте успехов. Итак, благодарю команду за игру. В принципе, хорошая игра, на самом деле я немного не согласен с коллегами моим, но спасибо за комментарий нашим коллегам. Единственная проблема, которая была и у обеих команд, это было то, что вы, наверное, поставили не те акценты на идеи, на которые давила та или иная команда. То есть, если палата правительства все-таки говорила больше о гражданском обществе во своей второй речи, то палата оппозиции все равно продолжала давить на то, что должна быть единая политика. То есть, несмотря на то, что на это они особого внимания не обратили. То есть, нужно было сказать о том, что гражданское общество, о состоянии гражданского общества и надавить на эту идею все-таки. То есть, выбирать те правильные акценты, на которые ставит определенная команда. Вы особенно, потому что вы все-таки отрицающая сторона, и вы должны давить на их идеи. Это ваша главная функциональная обязанность. Но, тем не менее. Что касается вас, то вам говорят про единую политику, и вы в любом случае правильно делаете то, что вы начинаете давить на гражданское общество. Но не забывайте все равно говорить про больше, то есть, уделять больше внимания все-таки и идеи насчет единства политики. То есть, да, в конце мы в аналитической речи услышали об этом, но, тем не менее, нужно было как-то реагировать это еще в первой речи, потому что лидер оппозиции Бурл Фаридинова говорил о том, что все-таки мы выступаем за единую политику. И мне показалось, то есть, акцент она поставила именно там. Поэтому нужно было как-то акцентировать, ставить правильный акцент и ставить правильные точки. Спасибо. Продолжайте дебатировать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...